здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас суббота рома сегодня уже сходили на участок пока мы все спали ну ладно говорить на следующей недельки или еще чуть-чуть немножко через полторы недельки то можно зайти так но сегодня рома предложил мне перенести я ему говорила на днях что хочу вот эту полку маргарита туда на балкон переправить он говорит сегодня день свободный почему бы и нет давай попробуем ну не вот тут открылась фантазия он не хочет что-то сделать приятное на балкончике здесь уже достаточно так тепло поэтому не стала я ждать никаких еще неделек сегодня перекочует рассада сюда на балкон здесь внизу сделать что-то что-то вовень чтобы было я потом приберусь а я потому что здесь не прибиралась еще когда записывала ролик я по всей видимости что ли не записала наверное как у меня выглядит бархатца либо у меня на записи было куда-то делась вот так вот у меня выглядят бархатца если сегодня все нормально будет значит здесь будет стоять маргарита со всей рассадой а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе больше всех нравится, да, чтобы получилось? Свежий воздух, хорошо, красота, да? Поставили сетку, открыли, проветрить немножко балкон. Вот так вот и выглядит. Теперь все. Наверху наконец-то бегунья будет. И ничего ей не будет мешать. Бархатцы. И там вот еще. Тоже бархатцы посадила. Пока будет полка закрыта, пока балкон открытый. Но я думаю, что им здесь будет лучше, чем в комнате при отоплении таком жарком. Вот так. И с другой стороны. Вон уже как на улице. Ой, сетка. Вот уже на улице как получается. Такая погода. Почти уже все растаяло. Гуляют уже много кто. Так, и с этой стороны теперь тоже полка. Такая вот высокенькая. Надеюсь, никто ее не шарахнет. Лилию я посадила сюда. Как вы мне, в принципе, и посоветовали. Так, гладиолусы пока здесь. Каны. И геоген. Ветер у нас, конечно, сильный. Получается, здесь вот градусники 15 градусов. Получается у нас сколько градусов? Почти 20, да? Ну ладно. Пускай отдыхают. А то они уже там в комнате прям все запарились. Пидуни надо сегодня будет проветрить, открыть вечерком. Ну и теперь получается этот подоконник разгруженный. Здесь у меня останутся черри комнатные. И здесь я посадила ноготочки. Вот за это-то я и переживаю. За такое создание рыжее, да? Как бы он не скушал ничего, да? Ведрище, конечно, сильное какое-то. Что, Бонька, не нравится ветер тебе? Да? Бонь. У нас уже утро, воскресенье. На улице стоит вот такое вот туманище. Будем сейчас проверять, как же наше растение переночевали. Да, Рыжик? Рыжий. Будем смотреть, как переночевали растения. Сколько у них градусов. Здесь 12 градусов. А в полочке сейчас посмотрим. На нижней полке. На нижней полке у нас сколько? Чуть-чуть побольше, да? Вроде бы все живое, маленько подморозилось. Так-то вроде все целое. Помидорки целые, перчики целые. Тут вроде тоже все целое. Сюда вниз надо просто, наверное, хладостойки какие-нибудь оставить. Так. Надо питаньки отсюда убрать. Может в комнату, которая укореняется. Ну так вроде бы... Так вроде бы все хорошо. Георгин все прет и прет. Никак он не останавливается. Холодно. А Каны никак не хотят просыпаться. Ну ладно, проснуться. Бонька гулять пошла. Довольна я. Да, мне уже не терпится выйти к подъезду спуститься и посмотреть, что там за недельку произошло. Наверное, уже весь снег около подъезда ставил. Ой, дождик пошел. Бонька. Ходит, хвостом виляет. Нравится ей гулять очень. Мне кажется, если ее выпустить, она такие круги будет нарезать. Сейчас съездим по делам. И я так думаю, что вот этот цветочек и петуния лучше убрать, наверное, на верхнюю полочку. А сюда вниз что-то прям холодостойкое. Ну, я смотрю, вот на верхней полке петуньки стояли. Ничего, вот которые укореняются, то у меня ничего вроде бодренькие. Может их, конечно, в комнату лучше перенести. Наверное, я так и сделаю. Лучше в комнату, чем сюда. Лучше в комнату. Лучше в комнату. Будем. Так ты снимаешь все. Вот здесь уже не так, да? Много тумана. Да, зато ям очень много. Это точно. Очень здорово, что в такую погоду проверки на дороге. Это вообще здорово. Поменьше будет нехороших случаев. Вылавливают всяких нехороших водителей. Туман, конечно, очень хороший. Сейчас доедем до подъезда. Около подъезда покажу уже. Пока Рома у меня высадил. Здесь, вот, как и правда, я говорила, через неделю буквально все растает. И правда. Около подъезда. Помните, вон там бабушки сажают. Вот там у них, вон, какие-то уже цветочки. На тюльпана вроде не похоже. Вроде как похож на лук с лизун. Не знаю, наверное, цветочки какие-то. Время сейчас почти 3 часа дня. И туман там вдалеке еще стоит. Не рассеивается. Я думала, за день рассеется. А нет. Не рассеивается. Как и хотела. Я петунии и тот цветочек переставила на верхнюю полку. Так. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас градусов. Почти 20. Ну ничего. Нормально. Все живые. Все хорошие. Бодренькие. Все замечательно. Колюсы, кстати, стали набирать потихонечку свой окрас. Это, кстати, тоже бархатцы. Подаренные из подарка. Вот они какие. Четыре штучки. Я думала, один загубила. Поэтому еще засунула бархатцев. А вот гляжу, ничего так нормально. Еще один. Я думала, ну вот, хотела себе три штучки. И думала, вон тот, который поменьше. Между большими. Я думала, что он немножечко это, ну все, короче, выдернула. Думала, он погибнет. Нет, ничего подобного. Он не погиб. А вот маленький его уже догоняет. Колюсы у меня black. Они должны быть все темные. Вот они потихонечку и набирают как раз свой цвет. Повесили первый раз весной это и на балкон вещи. Посмотрим, как они высохнут здесь. Если не будут сохнуть еще пока, тогда так и буду пока. Ну, птички. Птички. Вот тогда я пока буду на сушилку вешать белье. Пока здесь не будет. Ну, прям совсем тепло. Ну все. Я с вами сегодня попрощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Увидимся скоро.